Медиа-объединение «Солидарность за свободу медиа», объединяющее 31 организацию, 12 апреля провела акцию под названием «Регулирующая, регулируй, но не ограничивай» перед заданием Национальной регулирующей комиссии по коммуникациям Грузии. Члены объединения выступили против наложения штрафа на региональную телекомпанию из города Горе Триолети и отправили петицию, аккредитованным в Грузии посольством. В петиции, кроме Триолети, речь идет о телекомпании «Девятый канал» миллиардера Бедзины и Ванишвили, которая должна начать вещание в ближайшем будущем и которой власти целенаправленно чинят препятствия. В подтверждение этого члены объединения приводят факт повреждения на таможне техники, принадлежащей телекомпании. Имеет место и терроризирование операторов кабельных сетей, которые потенциально могут осуществить ретрансляцию вещания телекомпании «Девятый канал». В частности, Global Contact Consulting, которая не так давно публично объявила своим абонентам, что включит в свой пакет и сигнал телекомпании «Девятый канал». В связи с этим, с кабельной компанией прекратили отношения телекомпании «Руставе-2», «Имеди», «Мзе», «Сокартрелла» и «Новый канал», «Ахали-Архи», которые контролируются властями. Авторы петиции требуют прекратить давление на свободные средства массовой информации, дискриминацию конкретных средств массовой информации и предоставить равноправные условия. Со стороны властей идет постоянное давление. «Девятый канал» предоставляет своим абонентам бесплатное оборудование, которое стоит немалых денег, но люди отказываются становиться ее абонентами, потому что напуганы. К ним сразу приходят сотрудники силовых ведомств и предупреждают. Что тут еще говорить? На нас оказывают сильное давление власти, чтобы полностью подчинить своему влиянию все телекомпании. Среди региональных телекомпаний всего несколько телекомпаний из 26, которые как-то стараются давать зрителю сбалансированную информацию. На нас давят различными методами. К примеру, налоговая полиция, местные органы власти, которые постоянно предупреждают рекламодателей, чтобы те не размещали у нас рекламу. То есть делается все, чтобы мы финансово обанкротились.